В студии Татьяна Голубева В ближайшие 15 минут я и мои коллеги Расскажем о некоторых заметных событиях Этого дня, смотрите в выпуске Затише перед бурей В Чережском районе спад воды Горный топит, чего ждать в регионе Предъявите документы Обычно гарнитура Но вот сегодня что-то забыл-то, поторопился на работу, проспал В Барнауле ловят водителей автобусов Которые нарушают правила дорожного движения Никогда никому не рассказывать О бойцовском клубе Артисты молодежного театра нарушили правила Все равно ты частичку из себя вносишь Но без этого, наверное, никак Заглядываем за кулисы Большая вода уходит из Чережского района В МЧС передают о подтоплении 11 приусадебных участков По сообщению местных жителей Сегодня в Череше налажен подвоз воды Для питья и хозяйственных нужд Начали работу сотрудники санэпидемстанции Уровень воды за ночь упал Но ушла она не везде Десяток участков все еще подтоплено Люди уверены, наводнение уже не случится Так как с гор пришла коренная, а не талая вода А вот спасают имущество сегодня в Краснощоково Там затопило стадионы и участки на нескольких улицах Вода, как и в Череше, поднимается к домам Но официально о подтопленных жилых строениях не сообщается На территории Республики Алтай с утра бушует река Катуни В ближайшие сутки там прогнозировали серьезный подъем воды Из-за сильных дождей Поэтому все населенные пункты ниже по течению Под контролем спасателей Опасения вызывают село Сростки, Бийского района В МЧС допускают превышение опасной отметки в 530 сантиметров На территории поселка и подтопление берегов Все необходимые силы и средства готовы к оперативному реагированию Значительную роль в этом процессе, конечно, сыграют осадки Сегодня дожди шли почти во всех районах края Если для спасателей это минус, то для сельского хозяйства Настоящий подарок небес 2,5 миллиарда рублей аграрии уже получили Из бюджетов разных уровней в этом году На средства господдержки закуплена новая техника Засеяно больше половины полей И вроде все хорошо, но, как всегда, в сельском хозяйстве Есть причины для опасений Вместе с чиновниками и крестьянами В полях побывал и наш корреспондент Андрей Дреер Об успехах и рисках в следующем сюжете Миллиарды из госбюджета и сотни миллионов из краевой казны Власти помогают аграриям по многим пунктам Поддерживают и молодые семьи, и начинающих фермеров На молоко 3 миллиона 156 тысяч получили На несвязанная поддержка 1 миллион 800 Ну и санаторно-курортные путевки у нас там 17 человек отдыхать будет Ну еще где-то полмиллиона, чуть побольше Чуть больше в свой бизнес вкладывают сами предприниматели Например, отец и сын Переверзевы Вот они проверяют посевы свеклы вместе с председателем ЗАГС Собрания Александром Романенко Эта семья агрария вкупила своему кооперативу Бурановский новую машину Для опрыскивания посевов инсектицидами и удобрениями Это лишь малая доля вложений Я работаю 7 лет председателем в этом хозяйстве Вот за 7 лет вложено более, вот только в покупку техники, в строительство Более 200 миллионов Тем не менее, чиновники при любом удобном случае Стараются подчеркнуть значимость госфинансирования для аграрной сферы Вот и начало сезона вышло удачным, потому что Вовремя была представлена государственная поддержка Для проведения весенних полевых работ Где возможно было закупить и ГСМ, и запасные части И семена, и удобрения, и средства защиты Соответственно, и технику приобрести Аграрии благодарны, конечно Но назвать условия субсидий безупречными не могут Мешают нестыковке закона и реальных условий И зависит все часто даже не от людей, а от местного климата Единственное, что меня вопрос смущает Есть при расчетах субсидий рекомендованные нормы высева Допустим, ячмень, не менее 180 килограмм надо высевать А есть сорта, допустим, шестирядные, которые надо по норме высевать В наших условиях 130 килограмм Все правильно И все же завершающиеся весенние полевые работы признают удачными Посадка сахарной свеклы и гороха почти закончена Другие культуры посеяли уже больше, чем наполовину Проблема только одна Ну за май месяц ни одного, вот 2 миллиметра, 2-4 миллиметра выпала сашка в этом году И в апреле всего-навсего 27 миллиметров Сухая земля, недостаток влаги пока еще не критичны Но напряжение среди специалистов заметно Говорят, в ближайшее время необходимы очень хорошие дожди Правда, такие субсидии можно попросить пока только в одном министерстве Андрей Дриер, Николай Шилко, День с толком Льготные проездные в крае могут подорожать Соответствующее постановление сейчас готовят в региональном правительстве Планируется, что с июля цена проездного для льготников увеличится на 30 рублей до 330 Пользоваться проездными можно в трамваях и троллейбусах А также в большинстве автобусов, которые работают по регулируемым тарифам Повысить цену льготных проездных планируется для того, чтобы поддержать перевозчиков В последний раз стоимость увеличивали 4 года назад Добавим, что ежемесячно в регионе льготными проездными пользуются около 100 тысяч человек Сотрудники ГИБДД сегодня отправились следить за водителями пассажирских автобусов Профилактические рейды проводят регулярно И, как выясняется, большинство штрафов перевозчики получают за то, что за рулем разговаривают по телефону Подробнее в сюжете Ирина Корчагина Ответил на звонок и сразу же попался Водитель автобуса раскаивается, говорит, только сегодня нарушил правила дорожного движения Обычно гарнитура, но вот сегодня что-то забыл-то, поторопился на работу, проспал Просто не могу людям не ответить, вдруг что-то случилось В ГИБДД сообщают, в Барнауле каждый день происходят аварии с участием водителей общественного транспорта Перевозчики не пропускают пешеходов, подрезают другие автомобили, устраивают между собой гонки Например, этот водитель настолько увлечен беседой, что не сразу замечает машину ГИБДД и нашу камеру Увидев, прячет телефон Сотрудники ГИБДД ловят лихачей не только на дорогах, но и в социальных сетях Мы постоянно мониторим сети интернет Если там выкладывают видео с нарушением водителями автобусов или других водителей нарушений Мы, конечно же, реагируем на это Обращаемся к гражданам, которые выложили вот это видео, чтобы написали заявление, объяснение И мы привлекаем к ответственности Кстати, помимо служебной машины, на дороге также выезжает так называемый скрытый патруль на обычном автомобиле Чтобы держать нарушителей дорожного движения в ежовых рукавицах, сотрудники ГИБДД проводят такие рейды еженедельно Ирина Корчегина, Александр Антропов, День с толком В Барнауле решают судьбу уникального архитектурного строения В суде Центрального района проходило первое разбирательство по делу Михайловской усадьбы Ее фото сейчас на экране Это двухэтажное кирпичное строение 1906 года Иск подала общественная организация Гражданский патруль, ответчиком же выступает Алтайохранкультура 1 апреля 2013 года в управление поступило заявление О включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия Расположенного по адресу по 17.97 в Егерске Все требования части 1 статьи 16.1 Федерального закона об объектах культурного наследия В 2006 году строение на пересечении улиц Партизанская и проспекта Социалистического Исключили из перечня памятников архитектурного наследия Гражданский патруль уверен, что здание имеет ценность После оглашения материалов дела и вопросов от суда и ответчика Общественники попросили отложить разбирательство, чтобы собрать необходимую информацию и уточнить иск Следующее заседание назначено на 30 мая Сейчас у здания, оказавшегося в центре судебного процесса, уже нет крыши, перекрытий и отсутствует угол кирпичной кладки Буквально в понедельник на этой неделе здание разрушали при помощи автомобильного крана и бетонного блока В вторник и среду работы не проводились, здание стояло в таком же состоянии Поэтому я полагаю, что есть смысл еще бороться за данный объект и есть смысл сохранять Алтайских полицейских, которые несут службу на Северном Кавказе, навестил начальник краевого управления МВД Андрей Подолян Генерал-майор посетил Ханкалу Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ генерал-майор! В составе временной оперативной группировки в Чечне служат сотрудники из разных подразделений края Патрульно-постовой, кинологической служб, изоляторов временного содержания, а также участковых и дежурных частей Генерал-майор побывал на служебных постах, проверил экипировку, прослушал доклад о служебно-боевой обстановке Он поблагодарил полицейских за службу, а лучших наградил грамотами и знаками отличия А барнаульцев приглашают в бойцовский клуб В молодежном театре работают над спектаклем по произведению Чака Паланика Нашу съемочную группу убедили, что артистов во время постановки калечить не будут Но драки покажут. С подробностями Дарья Эйды Миллер Вот первое правило бойцовского клуба Второе отличается не сильно Никогда никому не рассказывать о бойцовском клубе Но сегодня эти постулаты нарушат В молодежном театре Алтая нам расскажут о новой постановке по одноименному произведению Чака Паланика В схватке участвуют только двое и не более одного поединка за раз Это третье и четвертое правила бойцовского клуба Но мы видим, что на сцене человек сейчас гораздо больше Всего в спектакль задействовано 14 артистов И репетировать они начали полтора месяца назад Я играю Тайлера Дёрдена, близка, да, любая роль близка, наверное Когда ставится спектакль, когда берется произведение Все равно ты частичку из себя вносишь Ну без этого, наверное, никак Цветы! Был я! Телевизор! Был я! Это я взорвался У нас сейчас прослеживаются по ходу спектакля точки Какие-то станции, где мы можем зацепиться друг за друга Ну и ты же понимаешь, о чем идет в принципе речь Что это мое альтер-эго, это второй я И с ним нужно взаимодействовать, как будто ты разговариваешь сам с собой Вот В этих точках, на станциях, ты пытаешься сделать как можно больше Но чисто по-актерски Бойцы сражаются без обуви и голые по поясу И поединок продолжается столько, сколько потребуется Спросим у режиссера постановки Максима Соколова Чего зрителям ждать от спектакля? Это будет экранизация так называемой книги? Это никакая не экранизация книги Это же все-таки театр Это отдельное произведение Потому что Если делать бойцовский клуб Вообще по правде Пусть они дерутся по-настоящему Ну я так думаю Просто мы можем не досчитаться зубов После первого показа А после второго еще не досчитаться зубов Ну логично же Потому что я знаю Делают спектакль бойцовский клуб И там стендбой Мне он не нравится И это вообще жизнь тела Вот Она важна в этом спектакле Если противник потерял сознание Или говорит хватит То бой должен быть закончен Это седьмое правило Восьмое же гласит Что новичок просто обязан принять бой И эти постулаты Относятся уже к зрителям Их кстати ждут на поединок Уже 30 мая Дарья Гемиллер, Александр Антропов День с толком Маленького лосенка Спас житель села Сверчково Целиного района Как сообщают Минприроды Павел Дудин Утром отправился собирать грибы И нашел животное Мужчина понял Что если рядом лосиха Встреча с ней может плохо закончиться Поэтому быстро отказался От поиска грибов Все же вечером Он из интереса вернулся И увидел Что лосенок лежит На том же месте один Тогда житель Сверчкова Решил спасти детеныша От голодной смерти Откормил его И передал в Минприроды После нескольких попыток Вернуть лосенка В естественную среду обитания Специалисты ведомства Были вынуждены Отправить его в Барнаул В Центр реабилитации Диких животных По их словам С первых дней жизни Лосенок привык к человеку И уже не может жить В диких условиях Поэтому его Скорее всего Отправят в зоопарк Или природный парк Несмотря на ненастную погоду В Барнауле Сегодня начала свою работу 15-я по счету Строительная выставка Алтайстрой Барнаул Малоэтажное строительство Отделка Ремонт интерьер Далее подробнее В этом году Выставка по традиции Проходит под открытым небом Но на новой площадке У торгового центра Галакси Переезд от дворца спорта К слову не уменьшил А напротив Увеличил число ее участников Почти треть компаний Новички Свою продукцию Представляют не только Фирмы нашего края Но и гости Например из Новосибирска Томска, Омска и Кемерово Здесь все можно Не только посмотреть Но и потрогать Своими руками Представлена тротуарная плитка Стало больше Разновидности видов И производителей Утеплители новые Будет работать Демонстрации Напыление Автоматическая штукатурка Предполагается Краш-тест теплицы У агронома Будут на теплицу Ставить автомобиль Весом более полторы тонны Это далеко не полный Перечень того Что можно здесь увидеть Кстати в ближайшие дни Погода будет ясной И не помешает Всем желающим Побывать на строительной выставке Она будет работать Еще два дня В пятницу и субботу С 9.30 до 18 часов Добро пожаловать Спонсор прогноза погоды Банк Восточный А какой она будет Узнаете через несколько секунд У меня к этому часу Все новости До встречи в эфире Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан